Всем привет! Это снова Саша Кучук, корреспондент отдела Клуб Потребителей. Мы продолжаем наш эксперимент. Наша прекрасная еда томится здесь уже четвертые сутки, мне кажется. Она немного трансформировалась. Но насколько? Для того, чтобы определить это, я пригласила очень интересного гостя. Давайте отбросим все приставки, отбросим все звания. Просто Олег Митвель. Олег, идите сюда. Я взяла его еще тепленький, из радиоэфира. Да, действительно. С запахами незамутненный. Ну как вам наш эксперимент? С запахом немножко, как говорится, не очень. Вы знаете, мне больше всего, конечно, в этой компании жалко Антоновку. Потому что это, мне кажется, единственное, что, в общем-то, будет портиться по всем законам биологии. А все остальное, конечно, смотреть на это ужасно. И, вы знаете, я не сомневаюсь, что, например, продукция компании McDonald's имеет все шансы пролежать до года. Я думаю, что там достаточное количество консервантов. Нет, ну столько не выдержу. Хотя бы полгода. Вы знаете, мне кажется, что есть возможность. В продукции компании Stardogs, если бы вы убрали отсюда соленые огурцы, то тоже вот это вот, так сказать, скажем так... Сосисочка. Я бы не назвал это сосиской, а вот эта вот продукция, я думаю, лежала бы тоже достаточно долго. Вот. Chicken McNuggets, это как это называется? Это острые крылышки, да, но они все... Вы знаете, но здесь, конечно, они хорошо упакованы в консервативно-тестовую шубу. И поэтому это тоже может спокойно долежать. Импортному яблоку, я тоже уверен, ничего не грозит. В принципе, достаточное количество консервантов внутри. И я думаю, что оно настолько уже мутировало, что вполне может спокойно лежать. Олег, а вы вообще как к фастфуду относитесь? Детей водите? Вы знаете, моя дочка, ей 13 лет, мы категорически против, и могу сказать, что я не ел вот такие замечательные вещи уже лет 10. А мы вам не предлагаем. Вы знаете, я не пью, например, такие субпродукты, как различные колы, фанты, спрайты. У нас, кстати, в округе, в Северном, где я проживаю, есть несколько школ экологической направленности. Там для детей даже ведутся опытные занятия. Я вам дам телефончики, адреса. Обязательно. Вы съездите туда, там детям показывают, как можно применять, например, фанту в случае, если вам что-то надо смыть. То есть, оно, кажется, универсальное моющее средство. Также Coca-Cola, Pepsi-Cola. Паянс. Вы знаете, выяснилось, что у нас американские полицейские берут эту продукцию с собой, потому что смывают кровь. Лично, наконец, нашли применение фастфудов. И вы знаете, у нас действительно в нескольких школах эта программа, и я очень благодарен учителям, потому что, когда дети вот это все видят, хотя я вот с детьми уже там общался, то есть дети все смотрят, выясняют, что это страшнейшая химия, что она вообще переворачивает все ваши внутренности. Вот. А потом я говорю, ну что, ребят, ну, все равно же пьем. Он говорит, да, пьем. Говорит, ну, вот это вот реклама, то есть... Реклама. Да, к сожалению, реклама. И, к сожалению, есть проблема, что, наверное, надо все-таки не только объяснять, что это вот полная гадость, но и, наверное, все-таки запрещать подобного рода мутанты рекламировать на телевизор. Спасибо вам большое, Олег. Если, правда, пролежит полгода, вы к нам заходите. Да я к вам буду заходить, только вы аккуратнее, чтобы там через полгода кто-нибудь в темноте случайно не съел, потому что они будут выглядеть так же привлекательно. Ну, надеемся, хоть зубы сломают. Это был Олег Митваль и Саша Кучук. Встретимся завтра где-то в это же время. Всем пока. Прошу вас. Продолжение следует...